Читаю сказки. Народные, ненародные, разные для детей, для взрослых, подойдут для всех. Присоединяйтесь. Ну, сказки от деда Пантелеймона. Напуганные медведь и волки. Жили-были на одном дворе козёл да баран. Жили промеж себя дружно. Сенок лок и тот пополам. А коли вилы вбок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник за каждый час на промысле. И где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козёл да баран и разговаривают промеж себя. Где не взялся? Котишка-мурлышка, серый лобишка, идёт, да таково жалостно плачет. Козёл да баран и спрашивает. Кот-коток, серенький лобок. О чём ты, ходя, плачешь, на трёх ногах скачешь? Да как же мне не плакать? Била меня старая баба. Била, била, уши выдирала, ноги поломала, да ещё удавку припасала. А за какую вину такая тебе погибель? Эх, зато погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал. И опять заплакал кот-мурлыка. Кот-коток, серенький лобок. О чём же ты ещё плачешь? Да как не плакать? Баба-то меня била да приговаривала. А мне придёт, взять, где будет сметаны взять? За неволю придётся колоть козла да барана. Ой, заревели козёл и баран. Ах ты, серый кот, бестолковый лоб. За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем. Тут мурлыка вину свою приносил, прощения просил. Они простили его и стали втроём думать, как быть, что делать. А что? Середний брат баранка спросил мурлыка, крепок ли у тебя лоб. Попробуй-ка о ворота. Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат. Мросище-козлище разбежался, ударился, и ворота отворились. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется. Бегут козёл да баран, а за ними скачет на трёх ногах кот, серый лоб. Устал он и взмолился названным братьем. Не то старший брат, не то средний брат. Не оставьте меньшого братишку на съедение зверя. Взял козёл, посадил его на себя. И понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали. И день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище. Станово становище. Под тем крутищем скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козёл, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думает козёл да баран. А мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козёл с бараном. Да таково крепко, что искры из глаз посыпались. Берестечка так и зарыдала. Ладно, молвил серый кот, теперь обогреемся. Да за словом и затопил сток сена. Не успели они путём обогреться, глядь, жалует незваный гость. Мужик, серичок, Михаила Иванович. Пустите, говорит, обогреться да отдохнуть. Что-то не можется. Добро жаловать, мужик серичок, муравейничок. Откуда, брат, идёшь? Ходил на пасеку. Да подрался с мужиками. Оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться. Стали вчетвером тёмную ночь делить. Медведь под стогом. Мурлыка на стогу. А козёл с бараном. Утеплины. Идут семь волков. Серх. Восьмой белый. И прямо к стогу. Фу-фу, говорит белый волк. Нерусским духом пахнет. Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать. Забрели. Козёл и баран со страстей. А мурлышка такую речь повёл. Ах ты, белый волк. Над волками князь. Не серди нашего старшова. Он, помилуй бог, сердит. Как расходится, никому не сдобровать. Аль не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородою он зверей побивает. А рогами только кожу сымает. Лучше с честью подойдите. Да попросите. Хотим дискать. Поиграть с твоим меньшим братишком. Что под стогом-то лежит? Волки на том козлу кланялись. Обступили мишку и стали его задирать. Вот он крепился, крепился. Да как хватит за каждую лапу по волку. Запели они лазаря. Выбрались кое-как. Да поджав хвосты, подавай бог ноги. А козел да баран тем времечком подхватили мурлыку и побежали в лес. И опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую макушку ели. Козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повесили. Волки стоят под елью. Зубы оскалили. Воют, глядя на козла и барана. Видит кот серый лоб, что дело плохо. Стал кидать в волков еловые шишки. Да приговаривать. Раз волк. Два волк. Три волк. Всего-то по волку на брата. Я, мурлышка давича, двух волков съел. И с косточками. Так еще, сытеханек. А ты, большой братик, за медведями ходил, да не изловил. Бери себе и мою долю. Только сказал он эти речи, как козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А мурлыка, знай свое, кричит. Держи его! Лови его! Тут на волков такой страх нашел, Что со всех ног припустили. Бежали без оглядки. Так и ушли. Вот и сказки. Конец. Бежали без оглядки. 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 Бежали без оглядки.